всем здорово быстрый должен быть быстрый ремонт и посмотрим насколько у нас быстро получится skoda rapid замененное крыло не знаю как меняли типа официалы прошло полтора года вылезла вот такая вот беда это что-то там гниет не от ровно пошло только снаружи снял подкрылок помыл там все вычистил посмотреть там все обработано клеем то есть замазано никаких проблем именно там нету это как бы хорошо почему-то пошло по наружке сейчас будем раскрывать смотреть почему пошло и и думать как это все дело устранить сразу были такие мысли по зоне ремонта как бы до сих сложно сказать что точно получится по причине того что неизвестно что тут может быть даже придется оловом обрабатывать если обрабатывать оловом то это вот так вот все выгорит само собой вот так вот шпатлевки вот так грунт поместить краску лак на таком цвете в этом расстоянии невозможно сразу отпадает и еще отпадает по какой причине смотрим внимательно в кант а он весь получены само собой что есть тут жесткое ребро я снял лючок чтобы мешал крышечку и вот поэтому жесткому ребру пожалуйста спокойно себе сделали никаких проблем ни у кого не будет тем более она все равно уже крашеная шагрень отпадает причем я не пойму как крашеная где то что крашеная и дверь лакированная но отличается и по шагрень и по цвету все друг от друга вперед от зада зад от крыла поэтому можно смело дубасить в ребро никаких проблем в этом не будет наклеечка у нас снимается будут клеить новую потому что она в зоне работы не останется целой работать будем до линии клея линия клея уже кем-то завалено поэтому к ней тоже подойдем через скотч для перехода в покраске ты будет нормально все по внутряку сейчас пока что сильно заглубляться не буду то есть я себе зону отклею по наружному ребру броней заклеить чтобы не залазить пока что внутрь внутри все идеально проблем нету никаких работать скорее всего будем под внутреннее ребро но это скорее всего там уже как покажет процесс потому что под внутряк можно закончить здесь где угодно если пойдем по наружке то заканчивать надо будет только аж где-то вот тут за накладочкой уходить снимаем пленку и будем разрабатывать здесь надо еще внутряк заклеить потому что дверь будет открыты с бумагой закрываю внутряк весь и будем работать по заклеивал все снял пленку теперь машинкой любым механическим способом снимаем в районе именно повреждения сильно пока не стараюсь залазить в сторону дальше разработают мелочевные повреждения под покраску уже вручную аккуратно так что мы тут видим шпатлевка был завален сварочный шов неудивительно и есть очаги коррозии там где вздулась шпатлевка это коррозия именно такая уже на металле ничего так разрабатывать сейчас торец и наверное я тут буду делать все через олово потому что только олово может дать ну скажем так стопроцентную гарантию что в районе где я обработаю оловом не будет никаких проблем ниже шпатлевка уже уходит на нет а выше я щас еще сниму потому что тут наложено что-то приличненько сам торец у ребят выведен хорошо то есть плоскость крыла сведена нормально а тут что-то они где-то что-то упустили возможно даже сейчас чуть-чуть подстучу под рифтой в общем сейчас расчищаем вычищаем всеми доступными способами блин у меня есть пескоструешься купил точно пескоструй сейчас проверю короче сейчас чищу шпатлевку повыше она мне тут не нужно а тут почистим песком а вот какую штуку я себе купил она уже давно у меня на все никак у меня не доходили руки и попробовать это пескоструй точечными какой-то он чуть-чуть конченной компоновки обычно трубка опущена мешок и туда же и возвращает на тут отдельно отсюда берет мешок ссыпать попробую как она себя ведет работы там засыпан кварцевый песок дирка работает устройство песок сыпался сюда него отсюда можно будет обратно пересыпать использовать повторно недорогой пистолет ну того стоит что мы видим почему собственно полезла коррозия потому что дырка сквозная и она идет стух стух тух сторон что это значит это значит что там будет по любому гнить мы обработаем сейчас оловом этот участок но внутри там где уже ну раз наружу вылеза значит внутри уже идет процесс ему не добраться никак там заворот металла идет это значит что внутри гниль будет распространяться до тех пор и выйдет наружу там где вы не будет олова то есть выйдет она или здесь или скорее всего здесь это под вопросом но вылезет это не скоро по времени она будет хорошо защищена обрабатываем олова для работы вам понадобится паста олова постараюсь из кусочка чтобы не начинать новый проток деревянный брусок и гель который не даст соседним зонам обгорать мне надо чтобы дверной проем у меня не сгорел потому что чем лучше я его там сохраню тем меньше мне потом лишние работы делать во внутрях мне надо чтобы низ точно не обгорел если вверх допустим тут еще пофиг у меня есть зона долине ребра огромная где разойтись то снизу я не хочу работать вплотную герметику в принципе все так тут надо чем-то другим приклеить броню наверно потому что обычный бумажный скотч подгорать начинает все теперь ждем пока остынет зачищаем лишнее потому что это чуть бугорком накидал снимаем пасту посмотрим что у нас с проемом загорел не загорел проем в идеальном состоянии вот это можно еще сохранить кладем его обратно хорошая паста дороговастая правда но хорошая жака и и продает на вес я себе взял ведро но я думаю не ведра будет на всю жизнь хватит вот надо подождать минут десять потому что горячие сейчас пока подготовлю на болгарку насадки чтобы счистить это все спецкруги и в принципе можно сказать что зону коррозии мы чистили и защитили навсегда после зачистки еще надо будет взять одну процедуру обязательно это нейтрализовать эту пасту для лужения теперь на болгарку одеваем диски треймовские до 36 зерно или 40 или 36 и счищаем лишнее в идеале делать не на болгарку который высокая скорость она машинку которая может регулировать обороты у меня такой метод включать приборы он тут чутка все остальное можно делать доделать машинкой машинкой либо машинкой либо этот маленький напильничком голова мягкая хорошо обрабатывается и обязательно нейтрализовать щелочи любым щелочным составом так продолжаем работать я сейчас себе отобью линию ниже которой мне нельзя спускаться наждаками именно понизу сверху на неважно мирка дэс 3 миллиметра ход 180 наждак разрабатываю себе плоскость работу шпатлевка а а а а а а а а и а а и и и теперь шпатлевка со стекловолокном небольшое количество тут получается сплошная яма я не стал выступить изнутри я уже подтяну это все правильным материалом здесь было сделано всего ребят универсалкой это как бы и дало вот этот возможность вспучивания материал если по не делали это как положено стекловолокном шов этот душев внутри гнил наружу он бы вылез еще не скоро хрен его знает может это и хорошо что они так сделали увидели пока еще не сгнило но это как бы неправильно дают 5-7 минут в процессе проверяю я попаду пройду по подрезают эти вот торчащие хвосты с лишку срезали универсалка я постараюсь протянул то все сразу под перетирку два прохода в один все равно не получится как ни крути лучше два тоненьких с промежуточным подравнивание в принципе этот ремонт можно сделать используя инфракрасную лампу я сейчас просто не использую и она не нужна не удобно это занимается параллельно еще одним делом используя инфракрасную лампу этот ремонт можно сделать в течение полу дня зашпаклевать быстро лампой просушивая перетереть грунта ну секцию высушить лампой 15 минут перетереть и окрашивать то есть я постараюсь конечно сделать это в течение дня но я малость занят пока шпакло живое подрезаю лишнее главное выбрать правильный момент если переждать потом его не срежешь если не дождать можно стянуть очень многое для того чтобы срезать крупное время как раз самое то для того чтобы подрезать по плоскости еще рановато надо еще минуты в три-четыре подождать пробуем вот теперь самое но все тут теперь оставляю ничего не подрезаю но высохнет минут через 20 можно будет подойти и перетереть если поставить инфракрасную лампу то уже пять минут сушки пять минут остывания и через десять минут можно тереть вот так 20-30 минут и подходим перетираем так поверхность высохла берем проявку проявочный порошок в таком формате проверено годами самое дешевое и удобное применение внутри находится порошок есть вот такие дозирующие окна перевернули покрутили аппликатор намазался вперед дешевле всего получается делают их в принципе почти все компании и такое ощущение что они заказывают у одной фирмы потому что у всех абсолютно одинаковые крышки аппликаторы для и состав внутри 120 к на брусок она уже мертвенькая но так подчухаю чутка поглажу берем д 1 180 стоит тут можно также проявить чтобы видеть может какие-то пора там будут есть появляются и вперед главная скорость большую не ставить все теперь 180 возьму торец пройду теперь 320 листочек и аккуратненько тут по торсу пройду сниму сниму реброш под легкий и надо закруглить примерно так как само крыло идет у меня есть начало начало правильной формы и посередке мне надо сделать что-то похожее все снимаем теперь скотч который нам защищал туда линию и сейчас пройду разработаю сразу крыло как бы частично под покраску но в основном это под работу грунта отбиваю теперь сейчас себе полосу на толщину скотча от той линии где мне нужно остановиться здесь у меня зона не ограничена не так давно меня познакомили с вот такими наждаками они тоже появились в районе полугода назад этот ремовский наждак на собственной поролоновой подложки мне очень понравилось как он по длительности работает но главное на металл то есть коснулся металла начинает умирать а так ну два три элемента он отрабатывает беспроблемно я себе взял 500 и это под покраску подготовка но есть там по моему всех градусов и есть не знаю разве что крупные но крупного тут и не нужен как бы 320 400 600 есть мне нужно 500 то есть я сейчас пятисотка разрабатываю сразу зону где грунтуюсь и лезу в принципе аж 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 а вам не видно аж вот сюда лезу это пятисотка остальное разработаю 1200 вручную на сухую там машинка как бы работать на мне надо нужно составить тушегрень которая есть короче на пятисотку я здесь разрабатываюсь на нее же под грунтуюсь тоненько она же будет и в районе где у нас краска наждак полностью совпадает по заводским отверстиям основного количества машина которые продаются стоит он чуть чуть дороже чем кубитрон там вообще на копейки но он реально того стоит наждак классно мне понравился а вот и Далее 600 ковакс, я ей пройдусь. Торец, там где у меня будет лежать грунт. Все, поверхность готова к грунтованию. Торец почищен, шагрень сбита. Есть, тогда я не достал чуть-чуть вот тут. Шагрень сбита. Металл, где с него шелушилось, открыт. Сейчас перезаклеиваемся. Ну, не то, что перезаклеиваемся, я тут поролоновый валик положу. Закрою порог. Машина у меня закрыта. Бумага, отобью себе тут линию. И бампер накрою. В принципе, вся подготовка у меня заняла полтора часа, с учетом, что я не использовал никаких сушильных принадлежностей. Так, теперь смешиваем грунт. Там подготовили. Есть спецтаблица. Вот есть, скажем так, селектор филлер грей. То есть, какого оттенка грунт, под какие оттенки цветов выбирать. Я выбираю, у меня подходит, то есть, в этой гамме. Значит, мне нужен вот такой вот цвета грунт. Здесь указано 60-40, 60 белого, 40 черного. У меня есть светло-серый. То есть, это не идеально белый. Вот такого вот оттенка. И есть dark grey. То есть, не идеально черный, но темный. Поэтому сейчас берем и смешиваем их в пропорции. Ну, я попробую больше серого, ну, где-то 70-30. Хотя бы примерно такой оттенок. То есть, не белый, не черный. А ближе к черному, но не белый. Тогда, первое, и краска укрывает хорошо, перерасхода нет. И цвет никуда не уведет. Если, как положено, будет положено 2,5 слоя. Цвет будет аккурат таким, каким он есть на выкраске ColorBox. Так, все, сделали. Сделали цвет грунта темно-серым. И поехали. А, кстати, если видели, грунт ребята применили, правильный выбрали. То есть, темно-серый, все как положено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 10-15 минут. И продолжаем. Так. Ну, все, тут закончилось. Снимаем маскировки сейчас. Поставим лампу, будем сушить. Поп-поп-поп, валик поролоновый чутка у нас. Ну, это нормально, не страшно. То есть, я тут в торце это дело все перетру под нолик. Сейчас я ее чуть-чуть задеру, потому что лампа у меня вот на таком уровне начинает светить. Чуть на домкрате задерем и поставим лампу. Пусть подсохнет. Да будем уже перетирать под покрас. Так. В таком формате выставляем лампы. Пусть сушится. Прямку пока не снимаю. Так ее оставлю. В принципе, сегодня у меня как бы по времени... Я ее начал где-то в 12. Сейчас пол пятого. Сейчас часик подсушится. Пусть хорошо просохнет. Перетираем. Да, сегодня надо ее открасить. Так, лампой высушили. Наклеил бронескотч чуть-чуть выше, чем буду заканчивать линию окраски. Там мне нужно оставить место под мелкий наждак. Проявляем. Я тут чуть-чуть соплю по торцу пустил, пока заливал. Там такое микроребро какое-то конченое. Я его подливал. Здесь 240. Без пылеотвода. Как бы объем небольшой. Не хочу шуметь. 240 просто очень хорошо режет. Хорошо и быстро. И показывает нам, где какая неровность. Можно 320 это сделать, но она ее лозить будет. Тем более 240 чуть бушная, но никакие мне сильные царапины оставить. Спасибо. 你說. Я вам же слышал. squared glory. Теперь одеваем 320. Пробиваем рисочку, забираем остаток шагрени сверху. Все ровно. Если брусок стирает все хорошо, значит проблем с плоскостью никаких нет. Теперь на районной части беру 400. Главное не открыть торец металл. Есть. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Последний этап. Опять пятисотка. Последний этап. Пятисотка. Можно проявить. И сразу тут забираем риску под покраску. Размодовываем снова. И дальше вручную доработаем. Далее есть куча разных вариантов. У Трема листочек восемьсоточка. Можно взять, одеть сухой, допустим, круг на машинку. Доработать им. Хорошо работают листочки. Мне дали тестовые. Я до сих пор мучаю тестовые листы. Уже фактически месяц. Так, восьмисотка разработали. Тут у нас будет целиком лак лежать. Теперь 1200 оселекс. Замотовываем сюда, именно в линию, где будем переход создавать. Можно чуть-чуть наружку, это не страшно. 1200 оселекс элементарно фолируется. Никаких проблем. Можно-то на 800 было. Такое. Чуть сейчас подобию шагреньку, чтобы не было. Потому что внутри вот этого, что сейчас видно, как белое, оно глянцевое остается. Все, подбираем. Чем приятно работать на сухую, тем, что видно, что ты делаешь. Вот видно каждое движение. Где еще надо? Где уже хватит? Шик. Сейчас теперь прямой протяг по вот этому ребрышку. Здесь будет лежать специальная лента для переходов. Тремлевская тоже покажу. По-моему, еще осталась. Потому что тут могли без меня ее и ушатать. Так. Также я еще доработаю саму плоскость. Покажу скотчбрайтем. И вот тут скотчбрайтем тоже проработаю. Хоть тут и валик будет. Скотчбрайтем мерковским. Мерлоном. 1500. Можно было бы все им это сделать. Но тогда бы вот здесь, под самым кончиком, я бы не вытер шагрень. Потому что мне, честно говоря, проще положить свою шагрень такую же, чем пытаться втянуть эту. Ну, оставить, я имею в виду, втянуть. Всящий. 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 есть та же история с низом под самую ребрышко под мотовую там скотч братика надо будет теперь рассмотрим что у нас все хорошо делать будем по внутреннему ребру поэтому вымотовываемся где-то вот до этих пор дальше в работу пойдет merlon total мерка мягко работает классно мне очень нравится этот скотч брать работает мягко хорошо но недолго у всего есть свои плюсы свои минусы полторашка риска домотует нам все что куда не подлез что не берет уже наждак хоть он и гибкий у кокса но не все может взять в проеме тут дома тут нам мерка чуть-чуть попал на как его хотел быстро назвать клей ничего страшного это все дело спали рулься тут полторашка градация тоже самое тут делаем мотовую и по плоскости пройдемся чуть-чуть разобьем рисачок обязательно туда под бампера залезть иначе 1 откуда начнет шелушиться это оттуда потому что там достают все мойщики когда активно пытаются выбить грязь оттуда и смотрится очень красиво когда лак оттуда лезет все готовы как раз ну понятно обезжириться обдутся заклеится сейчас поедем в камеру этим заниматься